Всем привет! Меня зовут Марина Панкова и сегодня у нас обзор загородного клуба «Ранчо». Клуб находится в городе Держинск в Нижегородской области. 3 сентября у моей сестры была свадьба и мы остановились в отеле загородного клуба. Парковка большая, но выходные почти вся занята. Территория небольшая, но ухоженная. Есть детская площадка, лавочки и много деревьев. Также есть ночные клубы. Нам удалось попасть лишь в один клуб. Есть, кстати говоря, кормят там очень вкусно, мы попробовали и относительно недорого. Есть уличные кафе, но мы там не были, так как остановились всего лишь на две ночи. Снимала утром, поэтому народу нет. Все сделано аккуратно. Кстати, здесь есть даже сцена, так что могу предположить, что вечером проходят какие-то концерты и достаточно весело. И еще специально сняла вот такие вот места посадочные в виде вагончиков. Мне кажется, достаточно мило, атмосферно и уютно сделано. Также есть поле для игры в теннис и баскетбольное кольцо. Честно, не знаю, входит это в стоимость или нет, но я так думаю, поиграть можно. Также есть отдельные беседки. Я так понимаю, что их можно арендовать. И судя по грязной посуде, здесь вчера кто-то отдыхал. Каждый кусочек территории чем-то занят. Это всякие развлекательные штуки. Красивые, где можно и сфотографироваться, и покататься. Даже вон какая-то горка есть, но я так понимаю, она актуальна все-таки, наверное, зимой. В это время я никого не видела, кто катается на ней, а зимой, наверное, это круто. В общем, все сделано, продумано с умом для людей. И я думаю, что люди сюда приезжают прямо на все выходные и замечательно проводят время. Здесь, кстати, можно пофотографироваться. Такая очень прикольненькая и атмосферная локация. Но мы не сфоткались. Да-да, не знаю почему. Как-то сначала был вечер и было плохо видно. А утром мы быстренько все сняли и поехали домой. А здесь я стою на главной площади и сняла все вокруг. Вначале создается впечатление, что территория просто огромная. И нереально что-то найти, в чем-то разобраться. Но когда стоишь как раз-таки в этом центре, понимаешь, что все достаточно просто. И, кстати говоря, везде есть указатели. То есть запутаться здесь нереально. Очень хотелось попасть в спа. Но нам не хватило времени, а поснимать не разрешили. Но нашла в интернете фото изнутри. Там тренажерный зал, бассейн, соляная пещера, хамам. По крайней мере, на фото выглядит очень даже красиво. Надеюсь, и в жизни так же. Теперь покажу наш отель. Мы остановились в эко-отеле Подкова. При входе нас встречает корова. Далее мы заходим. Только никого нет. В принципе, сделано все достаточно в сдержанных тонах. Ничего вычурного нет. Но, наверное, этим и цепляет данный отель. Кажется, что здесь все натуральное, все благородное. Немного пробежалась по отелю. И здесь, в принципе, видно, что он достаточно небольшой. И есть второй этаж, но туда я уже не поднималась. Ну и покажу наш номер. За две ночи мы заплатили чуть меньше 8000 рублей. Все необходимое есть. При входе попадаем в коридор, где есть зеркало, тумбочка и шкаф. С правой стороны ванная комната. Там душевая кабинка, унитаз, раковина, зеркало. В комплекте идут два шампуня с гелем для душа и два комплекта по два полотенца для лица и для тела. Кстати говоря, их меняли каждый день. Учитывая, что мы оставались на две ночи, нам, собственно, один раз поменяли. Спальня. Кровать большая и очень удобная. Тумбочки с освещением. Свет регулируется яркостью. Кстати говоря, это очень удобно, потому что муж у меня уснул раньше, а я сидела, монтировала видео. И вот этот вот приглушенный свет мне очень помог. Ну и покажу здание с ресепшеном. Стойка регистрации круглосуточная. Находится в одном из отелей. Кстати, тут их несколько. Еще хочу рассказать про завтраки. Тут они включены в стоимость проживания. Завтракали мы в одном из ресторанов. А здесь в одном здании вроде как два клуба, а на втором этаже ресторана. Сделано все достаточно красиво. Ну и мы поднимаемся на второй этаж в ресторан Сенатор. В субботу утром народу было немного, а вот в воскресенье стало гораздо больше. Формат завтрака в шведский стол. Наверное, это самые лучшие и вкусные завтраки, которые мы ели в отелях. Разнообразная еда, сырная и мясная нарезки, сосиски, вареные яйца, сырники, блинчики, творожная запеканка, омлет, каши. Очень много сладостей, всяких разнообразных хлопьев с молоком и не только, а также соки, вода, чай и кофе. И под конец покажу вип-отели. Если к нашему отелю нет подъезда на машине, то к этим номерам можно подъехать на своем авто. Кстати говоря, это тоже очень удобно, потому что, ну, идти примерно, может быть, минут пять. Ну, в принципе, это не мешало нам сходить. Но, в общем, если вы приехали какой-то большой компании, вам нужно много разгружать вещей, то, конечно, это удобно. В общем, нам все очень понравилось, но сюда нужно приезжать и проводить время только в этом клубе, а не проездом. Здесь точно есть чем заняться. Свадьба закончена. Отдых в отеле закончен. И мы собираемся и едем домой. Все прошло замечательно. Нижний Новгород, Пиздец, нас встретили очень хорошо. Едем в Москву. Субтитры создавал DimaTorzok